Привет! С вами Оксана Федорова. И я рада приветствовать вас на образовательном курсе тележурналист проекта «Поколение М». В этом ролике мы обсудим плюсы и минусы одной из самых интересных и популярных профессий телеведущей. Оксана Федорова, Мисс Вселенная, ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Победительница национальной детской премии «Главные герои» в номинации «Главная ведущая ТВ-программы». Вела такие рейтинговые телепрограммы, как «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер». Для начала несколько интересных фактов. Основное понятие телеведущей как профессия появилось в конце 30-х годов XX века. Именно в это время телепередачи стали одним из основных каналов получения информации. А первая телепередача вышла в 1934 году, когда актер Иван Москвин прочитал в эфире рассказ Чехова «Злоумышленники» и покорил телезрителей, ведь они никогда такого не видели и не слышали. Телевидение – это уникальный мир, в котором сочетаются развлечения, обучение, новости, прямые эфиры и репортажи со всего мира. И сегодня, несмотря на развитие онлайн-форматов, телевидение остается одним из главных средств массовой информации. Итак, в чем же особенность профессии телеведущего? Ее плюсы и минусы. Телеведущий – это сотрудник средств массовой информации, работающий непосредственно в кадре, и его главная задача – донести до зрителей информацию. В каком формате эта информация преподносится, зависит от жанра телепрограммы и требует от ведущего соответствующего внешнего вида и стиля речи. Иногда кажется, что это просто говорить на камеру текст и брать интервью. Но на самом деле, чтобы стать профессионалом, требуются знания и навыки. Телеведущий должен обладать хорошей дикцией, уметь вести диалог, брать интервью, импровизировать, когда что-то пошло не так. Он должен обладать хорошей памятью, чтобы запоминать большие объемы информации, а также уметь работать с телесуфлером, когда запись программы происходит в студии. И, конечно, важными качествами в этой профессии являются коммуникабельность, чувство такта и отсутствие внутренних барьеров. Даже если все эти качества у вас есть, то их все равно надо развивать и совершенствовать. Чуть позже я покажу вам упражнения, которые подходят всем без исключения и помогают развить коммуникабельность и креативность. А теперь о главном. В чем плюсы и минусы профессии телеведущего? Начнем с плюсов. Во-первых, это общение с большим количеством людей, в том числе с выдающимися личностями из самых разных областей. Во-вторых, это возможность стать знаменитым. Но не забывайте, что у популярности есть обратная сторона. Не каждый способен вынести бремя славы. Когда за твоей жизнью следят миллионы, а число хейтеров часто превосходит число поклонников. В-третьих, это высокие доходы. И не только от работы на телевидении, но и от участия в съемках рекламы и спецпроектов. В-четвертых, мобильность профессии. Во время обучения вы осваиваете технику речи, получаете навыки актерского мастерства, что позволяет параллельно пробовать свои силы в разных проектах. Это может быть съемка в рекламе, клипах или кино. Так как и в любой профессии есть не только преимущества, но есть и минусы. Первое. Серьезные психологические и физические нагрузки. Это и давление со стороны начальства, зрителей, особенности информационной политики государства, когда неверное высказывание телеведущего в эфире может повлиять на карьеру. Поэтому очень важно иметь внутренний стержень и понимать, зачем ты пришел в эту профессию. И, конечно же, соответствовать профессиональным стандартам. Важно быть в хорошей физической форме. Съемки порой могут длиться от пары часов до нескольких дней, что отнимает много сил. Но, несмотря на эти перегрузки, в кадре всегда нужно выглядеть свежо и привлекательно. Второе. Нужно постоянно находиться в рабочей форме, быть в боевой готовности. Иногда съемки могут пойти не по плану, но это не должно нарушить спокойствие телеведущего. Он должен уметь красиво выходить из любой нестандартной ситуации. Третье. Любой ведущий – личность публичная. Поэтому его личная жизнь становится общим достоянием ваших поклонников. И к этому надо быть тоже готовым морально. Ну что, вы еще не передумали становиться телеведущими? Тогда самое время для упражнения, которое направлено на развитие креативности. Посмотрите, вокруг вас множество предметов. Возьмите любой из них и попробуйте, используя максимальное количество эпитетов, описать его. Как будто объясняете пользу этого предмета маленькому ребенку. При этом расскажите про его цвет, текстуру, форму, какой этот предмет на ощупь, какие эмоции и ассоциации он у вас вызывает. Это упражнение помогает сделать разговорную речь красивой и неоднообразной. Вспомните, с какой легкостью телеведущие управляют словами на видео. И вы тоже так сможете. Опытный телеведущий должен уметь рассказывать людям о них самих. Зачем? Затем, что правдивая информация помогает ориентироваться в жизни, совершать меньше ошибок и достигать успеха. Любой журналист добывает информацию, перерабатывает ее и предлагает зрителям в виде информационного повода. Причем новости – это только одно из направлений работы телеведущего. У любых средств массовой информации есть три функции. Информировать, развлекать и просвещать. И телевидение также имеет свои жанры. Это развлекательные программы, включающие в себя ток-шоу, телевикторины, реалити-шоу и телевизионные игры. Информационный жанр, который включает новости, спецрепортажи, интервью, дайджесты. А вот беседа, обозрение, дискуссия – это уже аналитический жанр. Каждый ведущий чувствует, какой жанр ему ближе. И именно в выбранном жанре идет становление профессионального мастерства и накапливается соответствующий опыт. Например, кто-то прекрасно умеет интервьюировать, а у кого-то великолепно получается держать накал страстей студии на ток-шоу. Поэтому выбор для тех, кто хочет посвятить себя телевидению, огромен. Немного отдохнем от теории и попробуем себя на практике. Телеведущий, кроме знаний и харизмы, должен обладать определенными навыками. Запомните, одно из главных требований – это лаконично, грамотно и понятно излагать свои мысли, чтобы расположить зрителя к себе. И это не так просто, как кажется. Нужно смотреть в камеру и общаться с людьми, которых ты не видишь, выстраивать диалог так, чтобы до каждого донести информацию и заинтересовать. Поэтому мастерство этой профессии оттачивается годами упорного труда. Обычный человек не сможет без подготовки прочитать текст, как настоящий телеведущий. Потому что в нашей речи мы непроизвольно делаем акцент на определенных словах, тем самым оживляя ее. А находясь перед камерой, читая текст в стиле суфлера, многие делают ошибки. Такие, как неправильная интонация, неправильная расставновка пауз, слишком быстрое прочтение. Для телеведущего это непростительно, ведь помимо этого нужно еще успевать держать себя в кадре, следить за жестикуляцией и манерой речи. Что нужно делать, чтобы таких ошибок не было? В первую очередь начнем работу с дикцией. Будем учиться отрабатывать сочетание звуков в форме игры. Забивайте гвозди. Гбду, гбдо, гбде, гбды, гбда, гбди, гбде. Имитируйте лошадиный топот. Птку, птко, птка, птк, 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 птки. Бросайте воображаемые тарелки к партнеру. Кучку, кучко, кучке, кучка, кучки. Молодцы! А теперь попробуем еще раз и почетче. Забиваем гвозди. Гбду, гбдо, гбдэ, гбды, гбда, гбди, гбдэ. Имитируйте лошадиный топот. Птку, птко, птка, птк, 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 птки. Бросайте воображаемые тарелки к партнеру. Кучку, кучко, кучке, кучка, кучки, кучки. Молодцы! У вас очень хорошо получается. Повторяйте это упражнение несколько раз в день и увидите большой прогресс. Отлично! Тогда для начала раскрою вам тайну и покажу магию телевидения. Сейчас я стою в студии. А теперь я телепортировалась в Париж. Как вы можете наблюдать за моей спиной Эйфелева башня. И снова я в студии. Все очень просто. И у этого приема очень простое название. Это хромакей. Никакой магии в этом нет, если только не считать магию монтажа. Развитие современных технологий позволило совмещать в одном кадре живую съемку и компьютерную графику, используя специальный фон. Эта технология получила название хромакей. С ее помощью можно переместить человека на любой необходимый фон и показать несуществующие объекты или сцены. Самым известным примером использования хромакея на телевидении является прогноз погоды, в котором ведущий вводит рукой на фоне нужного изображения. Для хромакея обычно выбирают зеленый цвет, ведь с ним легче всего работать. Однако существует четыре основных цвета, выбор зависит от того, какие объекты нужно снимать на фоне. Заметьте, главное правило для всех цветов. На фоне не должны присутствовать объекты, цвет которых совпадает с хромакеем. Иначе при обработке их цвет исчезнет вместе с фоном. Фон должен быть однотонным. Кроме зеленого можно использовать и другие цвета – белый, черный и голубой. Важно, чтобы фон был идеально гладким. А также при работе использовалось освещение. Каждый из вас должен жить этой работой и любить людей, которые станут вашими зрителями и слушателями. Очень важно стремление к публичности и выступлениям. Стеснительный и робкий человек не сможет преодолеть внутреннюю скованность и вести программы. Если в вас живет страх сцены и камеры, нужно перебороть в себе это при помощи специальных тренировок и позитивных установок. Я уже знаю, какой вопрос у вас возник. Оксана, а ты поделишься с нами этими приемами? Конечно, поделюсь. Это упражнение специально для вас. Главное, всегда помните, что есть правило, если вы делаете определенные упражнения регулярно и многократно, что обязательно добьетесь нужного результата. Упражнение хорошо работает, когда страх активен и проявляется. Например, дрожью в теле, нервозностью. Обычно такое случается за 5 или 15 минут до выступления. В этот момент уже можно это упражнение начинать делать. После упражнения страх выключается, и можно спокойно идти выступать. Теперь к самому приему. Нужно закрыть глаза и визуально представить себе рубильник. Железную коробку с ручкой. Представляем рубильник. Чем-то похожий на стоп-кран. Я думаю, что все знают, как выглядит рубильник. У нас должна быть ассоциация страха с этим рубильником. Очень важно двигать эту ручку мысленно, а не физически рукой. Итак, закрываем глаза. Представляем рубильник с ручкой. Сконцентрируйтесь на нем. Теперь медленно, силой мысли, начинаем двигать ручку вниз. Двигаем мысленно ручку вниз. Еще, еще, еще. Еще, можем даже мысленно представить щелчок, как будто рубильник выключил ваш страх. Все, готово. Теперь можно идти выступать. Я думаю, что у большинства из вас все получилось. Если не вышло, не расстраивайтесь. При первых выполнениях это допустимо. Ручка может зависнуть где-то посередине. Если она возвращается назад, то мы повторяем упражнение до условного щелчка. Количество упражнений не ограничено. Все очень индивидуально. Можно повторять от двух до ста раз, пока не пройдет страх. Я думаю, что вы сами это почувствуете. Такие приемы придадут вам необходимую уверенность в себе и своих действиях. Профессия телеведущего не так проста, как кажется на первый взгляд. Она имеет множество тонкостей. Подготовка к эфиру или записи зависит от выбранного направления. Но так или иначе, прочитать текст будет недостаточно. Это полноценная работа, которая эмоционально и физически может вас истощить. Каждый должен оценить все за и против и принимать решения спокойно и взвешенно. А теперь для вас домашнее задание. Сними сюжет или интервью на интересную тему. Загрузи на сайт поколения.мтс.ру И, возможно, именно ты примешь участие в съемочном процессе известной российской телепрограммы. А с вами была Оксана Федорова. Увидимся в следующем выпуске. Дальше будет больше.